Всем привет, ребят! Меня зовут Пиксель, и сегодня со мной мой дружочек. Дружочек, назови сам своё имя, давай, ты справишься. Да, всем привет, я житель Майнкрафта. И, судя по всему, Андрей, у тебя какие-то проблемы. Ну ты просто мне сказал быть очень скучным в ролике. Я не говорил этого, я не говорил, ты обманываешь. Андрей, ты дискредитатор, координатор, костратор. Да неправда. Я просто думаю, значит, поприветствуюсь за дверью с подписчиками. Мне Пиксель говорит, нет, заходи внутрь, будем приветствоваться внутрь. Я думаю, вот ты скучный. Нет, я хороший человек, в общем-то. Скучный, всё, я пошёл. Короче, давай, ты иди туда, я в эту сторону. В общем-то, ребята, сегодня у нас лабиринт из опыта. Он немножко нестандартный, потому что это вообще другая версия. Я уже нашёл булыжник Пикселя. Здравствуйте всем, привет всем. И он, Андрей, гораздо-гораздо больше. Я тебе советую, кстати, знаешь, что сделать? Чтобы тебе удобнее было поставить этот вид, типа, ну понял, на 80. Ты понял, что? На 80. Ты хочешь сказать ФОФ? Ну да, ФОФ, я не знаю, как это правильно называется. Короче, я уже нашёл и палку, кстати, твою тоже нашёл. Привет, зря я тебе это сказал, кстати. Ты хоть по онпоинтам поставил, дружочек? Да я-то да. А я вот не помню, я тебя убил, кстати. Да я понял уж. Я и не читер, Андрей, просто потому что это новая версия. А вот Keep Inventory-то ты и не подрубил, дружочек. А, давай-давай, я это прямо сейчас сделаю. Game Rule, Keep Inventory, True. Всё, Андрей, я всё сделал, всё нормально, не переживай. Блин, так дай мне заутать-то себя. Да иди, иди, я тебя не трогаю. Забирай, что хочешь, делай, что хочешь. Андрей, также я тебе скажу, конечно же, важную информацию о том, что здесь некоторые сундуки являются пустыми. Ты это понимаешь? Ну, я, в принципе, это заметил, я тебе так скажу. Я так понимаю, у тебя другая тактика, я ломаю шерсть, а я так понимаю, ты ломаешь сундуки. Ты правильно понял? Да. Ну, окей. Дело, как говорится, твоё, я тоже так хочу попробовать. И нет, не очень удобно, потому что, чтобы потом куда-то пройти, нужно ломать целых два блока. Я тут ещё ведро лавы нашёл. Ты нашёл, кстати, палку? Точнее, забрал свою палку? Чё такое? О-о-о-о, футбольчик, слушай, я такую вещь нашёл, что ты просто офигеешь. Я знаю, что там катана в одном из сундуков лёжит. Не-не-не, катана отдыхает. Э, меч джедайский? Не скажу. Я так понимаю, меч джедайский, там просто есть катана и меч этот джедайский. Блин, очень много пустых сундуков, нужно скрафтить, короче, себе в инвентаре. Ай, ай, что это? Что это? А, это топор пожарный. А сколько у него урона, Андрей? Блин. Ты чё сделал? Откуда у тебя дверь? Я не знаю, она откуда-то была у меня. Откуда ты? Ты чё, дверь откуда-то вынес? Ты чё, обалдел? Я не знаю, откуда она у меня пикселяла, она с самого начала игры. Серьезно? Подожди. А, ты, видимо, когда... Подожди, в какую? А, мне в эту сторону. Ты, видимо, когда в креативе был, ты, видимо, куда-то нажал, и чё-то у тебя дверь осталась в интернете, я просто её не выкинул. Ну, наверное, так, потому что на другого пути я не знаю. Ну, возможно, да. Короче, я сейчас бегаю, уже очень много сундуков я залутал. Девять штук, у меня просто девять этой шерсти, и из-за этого следует... Привет. Это ты сейчас в креативе сделал или просто пробежался? Просто пробежался. Ты же понимаешь, что это нечестно, и ты нарушил правила? Ну, а где написано в правилах, что нельзя нарушать правила? Да, Андрей, ну это бред какой-то. Чё ты это постоянно говоришь? Ну, это же... Это бред просто, я не знаю, кого. Ну, это же логично, что нельзя вылазить за... Андрей, да ты обалдел, что ли? Это нечестно. Ладно, не буду. Андрей, ты козёл. А ты сам вылез сейчас. Я хотел тебя убить, я хотел тебя убить, потому что... Короче, ребята, вот, пожалуйста, пишите в комментариях, что Андрей играет нечестно в эту игру. Ты постоянно в лабиринтах находишься какие-то... Нет, ребята, come easy, come easy, ребята, будьте умнее, всегда действуйте неоригинально. Неоригинальные люди, неоригинальные действия, вот. Андрей, ты сейчас себя так обозвал или что? Или откомплиментил? Я понять не могу. Я просто сказал, что нужно всегда действовать пиксель нестандартно. И, Андрей, это не повод нарушать правила. Что там за сундуки вообще стоят? Да ты чё, обалдел, Андрей? Чё ты с картой делаешь? Ты ролик портишь, Андрей, ты вонючка. Что? Я... Всё нормально, пиксель. Тебе так кажется. Типа, смотри, я просто поставил вот эти сундуки, чтобы вылезти. Ты гений, пожалуйста. А! А! Подожди, стой, стой. Ты что? Гений. Я гений. Будем все считать, что именно это ты и сказал. Я это и сказал, просто ты меня прервал. Я немножко не договорил. Знаешь, Андрей, не очень плохо то и получилось, на самом деле. Блин, у меня каминг-аут получился сегодня. У меня джаймю, чувак. Мне это приснилось когда-то. Я это прям помню, эту ситуацию неловкую. Какую неловкую ситуацию? Да вот это вот. Да вот это вот. Андрей, просто я назову этот ролик как-то необычно, что-то из разряда каминг-аут в лабиринте с опыта. Не надо, бигжи. Знаешь, что на самом деле некомфортно, что лабиринт на самом деле просто огромный, и я в нем уже реально заблудился. То есть если прошлый лабиринт, мы с тобой плюс-минус знали, где уже что находится, это совершенно другая версия, совершенно другой лабиринт. Я совершенно очень много раз это сказал, не понимаю, куда идти. Но может в какой-то веке мы тут это самое... Каково? Все успеем сделать, как говорится, за... Один раунд? Один раунд, да. Да, как вариант, слушай, потому что ролик-то уже идет пять с половиной минут, и тут уже, знаешь, такие признания на пятой минуте. Интересно, что будет... Никакие признания, просто ты, Пикселя, тебе пошлышалось вот. Пошлышалось? Андрей, ты опять вылез, я это четко видел. Где? Нет, я не вылез, чувак. Ты сундук только что поставил. А, у тебя зелье это тупое. Тупое, как говорится, что-то там, тупого чего-то там. Я очень интересно рассказываю. Я не знаю, слушай, а из этого лабиринта вообще есть выход? Ты там, когда наверх прыгал, не видел? А я не смотрел. То есть, я не смотрю на то, что вылез, я как бы... У меня не было цели, знаешь, как-то пойти, найти выход, обыграть всех. Я просто скакал себе и тебя хотел найти, показать это. Ну, короче, просто как, ну, клоун. Как бы вылез, попрыгал и залез обратно. Такой, ну, безобидный Андрей, да? Клоун у тебя пиксель, я бы сказал. Опа, опа, Андрей. Ну, это же предпосылочки, предпосылочки на старые твои ролики. Кстати, ты очень давно об этом не шутил, ты в курсе? Ну, я хотел сказать, что клоун, конечно же, у тебя пиксель дома на кухне. Андрей, у меня кухня и все остальное находится в одном месте, если ты вдруг не знал. Ну, просто я имею в виду, конечно же, Филиппа, а твою собаку. Моя собака спит сейчас, Андрей, самым сладким сном, которым ты пьешь. Ну, вот, это клоун, я считаю, нужно переименовать, вот. Короче, я на самом деле уже сколько брожу, мы говорим с тобой абсолютно ни о чем. Ну, о чем еще говорить в ролике? Ну, есть, конечно, темы, Андрей, знаешь, как бы, ну, не будем тебе их говорить. Но есть, ты их даже косвенно задел. Ой, я нашел незалутанный сундук, и тут, короче, ой, тут лук есть. Правда, три стрелы, но ничего страшного. А у меня есть шесть стрел. А ты нашел, ты свой рычаг уже собрал или нет? Я вообще ничего не нашел, чувак, я нашел только топор, которым тебя колосмачу. То есть ты не нашел ничего вообще еще? Вообще ничего. Ой, подожди, я такой прикольчик нашел. Вот это неплохо, вот это неплохо так тут. А, у меня есть палка дителя, а, у меня отказывается булыжник дителя, есть кек. Дителя? В смысле дителя? Ну, это новый прикол наш с Ромой, я теперь не житель, а дитель. Какой-то сложный прикол, почему я о нем не в курсе? Короче, скажи мне, пожалуйста, нам надо здесь найти верстак или просто дверь? Нет, в инвентаре скрафтить можно. А, ну все, я... Короче, у меня тут лава перекрыла, мне нечем ее выйти, поэтому я сделаю радикальный выход. Я сломал просто блоки, и, точнее, не блоки, а этот, двери, двери, двери. Ты это строил, карту, или нет? Нет, я эту карту бы никогда в жизни не построил, как бы ты сам понимаешь... Ай! Ты сам понимаешь, кто эту карту строил. Чего это? А почему я убил вода? Потому что это фейковая вода, которую я нашел в этом сундуке. Ну, если ты понимаешь, что... Понятно, понятно. Короче, эту карту, ну да, ее тебе строил наш старый добрый друг. Скоро, мы больше не работаем после постройки такой карты. Подожди, я хочу посмотреть, может, тут реально выхода просто нет? Подожди, Андрей, я просто блужу, 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 подожди, мне просто интересно. Хочешь воспользоваться запрещенными действиями? Ну, не то чтобы запрещенными, но, слушай, Андрей, представляешь, тут действительно есть выход. Да? Да. То есть ты взлетел? Ну, я не взлетел, я просто выбежал, и сейчас залезу обратно. Все понятно, ты увидел, где выход, и к нему пойдешь, а я его не увидел. Ребята, вот кто играет. Да на самом деле, я ничего не увидел, я просто проверил, есть ли этот выход. Это конечно! Ты, кстати, недалеко, ты, кстати, он в этом районе, Андрей, давай вместе искать. Стой, давай не будем драться, а вместе будем искать, чтобы была ничья. Пойдем, 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 пойдем. Он где-то в этой стороне, потому что карта реально не очень комфортная. Выход где-то тут, Андрей, я тебе серьезно говорю, тут еще и дождь пошел. Я его сейчас, кстати, выключу, выход был где-то в этой стороне, поэтому давай искать. Давай его искать вместе. Я вижу его, Пиксель, я его вижу. Где, где, где он? Вот он где-то, да. Подожди, подожди, может быть как-то... Давай я с этой стороны попробую пройти. А, всё, через лаву, через лаву проходи. А, как я пройду через лаву? Ну ладно. Я прошёл. Ого, ого, я пропаркурил. Ну и что, дальше куда? Вот там вот выход, Пиксель. А, и зачем мне нужно было идти через лаву, друг? Ну, чтобы я тебе это сказал, друг. Подожди, пойдём за мной, Андрей, иди сюда, смотри. Значит, пойдём за мной, я буду твоим путеводителем. Значит, смотри, мы делаем вот так, идём вот... Подожди. А, нет, можно было. То есть, подожди, на самом деле, всё это время был выход, смотри. Нам нужно было выйти вот так, вот так, вот так, вот сюда пройти, и вот он выход. Ты понимаешь это? Нет, ну это просто я издевательствую считаю. Да, кстати, я первый попал за пределы. Короче, я считаю, что это тупой ролик. Ай! Чё? А, это мина была? Ты подорвал, Пиксель, у нас есть опыт. Мы его выиграли, Андрей. В общем, это был очень странный ролик, Андрей, и вот что я могу тебе сказать. Это был самый странный лабиринт, и мне кажется, это был последний лабиринт, в принципе, на канале. Что ты скажешь по этому поводу? Да, согласен. Давай, я подожгу себя. Поджигай под себя. Это ритуальное сожжение Андрея под конец... А, у меня, кажется, здесь катана. А, я тебе говорил, что эта катана где-то есть. В общем, ребят, на этом ролике мы действительно будем заканчивать. Что? А мне нравится этот лабиринт, давай ещё раз сыграем. Давай, иди это, Андрей. Ролик уже действительно подзатянулся. Вот такой вот, ребята, короче, лабиринт получился. Не знаю, как вам, в принципе, ролик, потому что он получился максимально странным. В силу того, что мы с Андреем очень сильно тупили, нарушали правила и так далее. Но зато... Зато мы поражали, Андрей. Я правильно всё сказал? Да, я гений. Ну, гений так гений. Будем считать, что именно это ты и сказал. Большое спасибо всем за просмотр, ребят. Всем удачи и пока. Субтитры подогнал «Симон»!